И в протяге темы. Волонтерский рух объединяет миллионы людей. Доброохотники выражают самые разные задачи. Ладят святы для хворых детей, шукают пропавших людей, доглядают за пожилыми. Историей, возникнением и планами на будущее некоторых волонтерских объединений региона подекавилася Ганна Корольчук. Волонтерский зоорух «Подарим шанс» появился в 2060 году. Ранее его керавник Светлана Лапопа спробовала своими силами вырытывать бездомного собаку, который помирал от тяжкой хворобы. Девчонкам этого не удалось. Однако она решила, допомогать другим бездомным живелам отримать шанс на жизнь. Сначала до еды улучшились сябры. Потом появились группы в социальных сетках. Сегодня в серверах доброохотных помощников Руху 40 волонтеров. Сторонка «Подарим шанс» в контакте объединила около 19 тысяч человек. Зоорух организовал 13 городских акций по посылку господарств для бездомных живел. А кроме того, активисты проводят встречу в интернатах, детских домах и школах. Мы традиционно уже лет 6-7 ездим по домам престарелым, для инвалидов, к людям, которые обделены немножко вниманием, у которых нет родственников по большей степени. И вот в этом году мы едем, опять же, посещаем дома интерната 15 и 23 декабря. И хочу, пользуясь случаем, обратиться ко всем неравнодушным людям, помочь нам в сборе финансов для закупки сладостей. Это то, что мы делаем каждый год. То есть мы приезжаем с животными в интернаты, привозим им сладости, праздничную программу. 9-го Снежня волонтерский рух проводит республиканскую акцию «Заховая житё» по пропаганде гуманных оставлений от доброты у наших меньших. В ветеринарных клиниках и пляцовках для выгула живел господарам расскажут, как застерохчить житёх годованцев. Выдадут специальные бирки на ошейник или столки об чипировании, регистрации и стерилизации живел. 15-ти годовый юбилей селита отцветковал волонтерский отрат «Открытые сердцы», открытых акционерных от товарыства «Гомсельмаш». За этот час, колькость его члена взросла с 8 до 70 человек. Супрацовники предприемства и их семьи допомогают детям-сиротам, инвалидам, ветеранам и социальным установам. В один прекрасный момент нас пригласили съездить в Гомельский областной дом ребенка. Помочь там перенести шкафы. Ребята приехали, посмотрели, что там делается, всё, что там происходит и решили помочь. Оставили свои контактные телефоны. Где-то в течение месяца нам позвонили, нужна была помощь. Мы приехали, покрасили там все скамейки, отремонтировали манежики. Ну и вот как-то оно всё завязалось и получается, что где-то лет 10, ну и по сей день, в принципе, снег чистим. Они нам звонят и когда им нужна помощь, мы подъезжаем сюда. В минулом году волонтерский отрад «Открытое сердце» по выниках интернет-голосования назвали лучшим в республиканском конкурсе «Волонтер года доброе сердце». А почним доброченным мероприемством отрада было свято для детей с ДЦП в Международный день инвалидов. В ближайших планах матч по мини-футболе и новогоднее веншование для девчонок и хлопчиков от Деда Мороза. Лена Корольчук, Игорь Маришенко, телерадио-компания «Гомель».